Сколько стоит вся КР в стенд оф 2? Какие ты еще не видел? Какие продаются за огромные суммы? А какие можно получить бесплатно? Я рейв! Бро, ставь лайк и его последняя цифра покажет какой калаш у тебя обязательно появится. Ставь лайк и смотри что тебе выпало! Трезер Хантер, Охотник за сокровищами. Его статтрековая версия стоит 30 тысяч, обычная же за 3 500. Один из дорогих калашей в игре, наверное самый. Трезер Хантер из Ориджин коллекции. Скинчик выполнен в египетской силе, ооо, египетская сила, в стилистике с золотым оттенком. Очень ценится игроками. В центре изображена змейка и лишь только с одной стороны, что удивительно. Ведь обычно разработчики берут текстурку и наклеивают ее на пушку с двух сторон, получив зеркальный эффект и сэкономив на этом время. Но на ТХ змейка только лишь с одной стороны, которую все игроки стремятся заклеить другими наклами. Бро, подпишись на канал прямо сейчас, если себе в инвентарь хочешь АКР Трезер Хантер, он у тебя по-любому появится, я это знаю. Сцилла или скилла. 700 голды за статтрековую версию, 130 за обычную. Это что-то типа гидры, морское чудище из древнегреческой мифологии. Скилла представляет собой смертельную опасность для любого, кто попытается мимо этого существа проплыть. Три цвета, красно-бело-черный калаш в агрессивной раскраске. Мне кажется, разработчики смогли сделать этот калаш очень брутальным и крутым. Некромансер или Некромант. 1200 голды стоит его статтрековая версия и также имеется обычная за 110. Этот калаш никому не нравится, поэтому переходим к следующему. Эм, да ладно, ладно. Конечно же, его очень многие любят. Некромант это тоже выдуманное существо, которое вызывает умерших духов. И в отличие от Сциллы, предыдущего калашика, тут мы видим уже более спортивную раскраску этого оружия. Этот калаш очень хороший, я думаю, что себе такой оставлю. Ну и бро, поскольку этот калаш очень многим нравится, я хочу тебе его подарить просто так. Всего-то ставь лайк под этот ролик, пиши комментарий со своим айдишником и подпишись на канал с колокольчиком. А вот два гангстера, у которых на аккаунтах уже есть свои обещанные калашики. Участвуй и ты, я уверен, что тебе повезет. АКР Ту Ирс, 6200 голды, единственная обычная версия без статрека. Красный двухлетний калашик, а есть еще за один год. Тут мы видим вопрос, когда обновление. Да, Ри, в то время я очень сильно ждал обнову и постоянно задолбывал этим разработчикам. 17 апреля 2017 года, и этот АКР уже можно было получить. С обратной стороны есть надпись, что, кстати, странно, потому что с основной этой надписи мы не видим. 6 коллекций, 13 пушек, 3 мода, 6 карт. Но эти надписи возможно увидеть только тогда, когда ты осматриваешь калаш в инвентаре или магазине. В бою это незаметно, статтрековой версии он, к сожалению, не имеет. Digital Burst, цифровой взрыв, 13700 голды стоит статтрековая версия и полторашка обычная. Этот АКР в игре не так давно был добавлен в последнее новогоднее обновление. И в отличие от ТХ, у него как раз полотно краски нанесено зеркально. То есть, что мы увидим с одной стороны, то и с другой, но от зеркальное. Поэтому текст там неуместен. Поскольку он имеет всего одну надпись контур на прикладе, то с другой стороны мы видим это. Илто. Ну или как-то по-другому. Ну или просто-напросто нет смысла это читать. В целом, можно было бы и обойтись без этой пояснительной надписи. Но в катке мы почти что никаким образом не сможем ее увидеть. Кроме что при осмотре оружия она может появиться ненадолго. Кстати, бро, у меня появилась идея, как мы можем поиграть вместе. Если тебе надоели однообразные и скучные игры, то я приглашаю тебя в одну особенную. Хассел онлайн. Это бесплатная онлайн игра с открытым миром от третьего лица. Для андроид и айос устройств. С живым общением и дружелюбными игроками. Здесь ты можешь влиять на жизнь и развитие родных городов. Стань депутатом или мэром. Принимай важнейшие решения, которые будут влиять на жизни тысячи разных игроков. Хочешь больше экшена и веселья? Тогда остановись на криминальный путь. Мути свои грязные делишки. Для этого в Хассел онлайн есть все необходимое. Собирай друзей и сразись за статус самых опасных бандитов города. Или самого меткого на районе. Все в твоих руках. Я частенько играю в нее со своими подписчиками на 15 сервере. Поэтому для вас у меня есть промокод RAVE, который поможет при старте. Скачивай игру сейчас по ссылке в описании на свой телефон и играй вместе со мной. Фабрик Шторм или Фабричная Буря. 550 голды стоит обычная единственная версия. Черное золото заполонило стенд оф 3. Из всего этого арсенала можно приобрести вот такой вот калашик за 550 голды. Статтрековой версии он не имеет, потому что все эти скинчики можно было получить, задонатив в игру определенное количество денег в 5 этапов. Рев, так она статтрек версии тоже можно донатить, а почему тут разработчики проленились? Вопрос, конечно, хороший. Из этой коллекции мне очень нравится пиксельная эмка. С ней бы я с удовольствием играл, если бы была она статтрековая. Бро, напиши в комментарии, какой предмет тебе больше всего нравится из конкурентной коллекции. Драгон или дракон 1740 голды стоит статтрековая версия и 290 обычная. Очень простой калаш в агрессивной раскраске, прям противоположная сторона спортивным АКРкам. Он находится в Скорпион коллекции, а она не так уже давно покинула магазин. Теперь этого дракона можно получить либо в магазине, купив загалдишку, либо купив загалдишку бокс и постараться его оттуда выбить. Но я бы не стал, так как это Аркана, а она падает в крайне редких случаях. Так, Кинг, король ярлыков или король тегов. 1300 голды стоит статтрековая версия и 250 обычная. Это мой самый любимый АКР. Он не строгий, не спортивный, а наоборот расписной с разными тегами и граффитюшками со смешной моськой в придачу. Я считаю, что если у такого неплохого донатера, у которого много голдишки, станет выбор какой калаш себе приобрести, то он возьмет либо Текинг, либо ТХ, ну или Диджитал Бёрст. Это три самых топовых аллашика, по моему мнению. Ааа, рельс Текингов только школьники играют, тебя я раскусил, и хе-хе-хе. Э, слышь ты, извинись. Найт Фьюри, ночная ярость, 900 голды стоит статтрековая версия и 140 обычная. Очень простой АКР и очень на любителя. Несмотря на ценник в 140 голды, я очень редко встречал его у игроков. Это самая ярость. При осмотре переливается, имеет около 5-6 цветов всего. Как по мне, есть АКРки и в разы интереснее и дешевле, чем это. Бро, а как ты относишься к АКР Найт Фьюри? Тебе когда-нибудь удавалось с ним поиграть? Пиши обязательно свой ответ в комментарии, мне его будет очень интересно почитать, потому что я их читаю все. Спорт. Просто спорт. 300 голды и статтрековая, и 40 обычная. Очень приятный АК, и в подобном шутере, в котором есть скинчики, 100% должен быть какой-то подобный. Желто-бело-черный, очень хороший калашик, но для меня немножко скучноват. Я предпочитаю какое-нибудь разнообразие, гидры, выдры и так далее. Карбон, 170 статтреково, и 10 голды обычная, за десярик можно приобрести. Честно сказать, в простеньком инвентаре карбоновый калаш будет очень как кстати, поскольку 10 голды это, ну, 10 рублей. Совсем немного. Другой вопрос, захочешь ли ты с ним играть постоянно, или все же подкопишь на какой-то другой? Потому что есть что-то поинтереснее. В небольшие красные и белые линии зачет. Если бы не они, то эта АК стоила бы в разы меньше. Бро, ставь лайк, если хотя бы раз удавалось играть с карбоновым калашиком. Я думаю, что таких игроков очень много. Эволюция. 64 голды стоит статтрековая, и 3 голды обычная. Самый новый калаш в игре. Трехцветный АКР, на котором статтрековый щучек смотрится очень кстати. Плюс в цвета, плюс в том месте, в котором и должен быть. Как в литой. Немного смахивает на АКР Спорт, но потому что у них похожая разрисовка. АКР Нано. Десятичная единица. 60 голды статтрек, и 3 голды всего-то обычная версия. Это самый дешевый из всех красивых калашей в игре. Им пользуются многие игроки из-за его доступности. Но есть калаш, который с ним очень схож, но стоит в разы дешевле. Если честно, то он вообще бесплатный. Это АКР Стилгрипп. Стальная хватка. Его получит каждый игрок, если вкачает себе 70 левелов в своем уровне. Рано или поздно он оказывается у каждого игрока, и с ним очень приятно играть. Так как апну 70 уровень, это не так-то и просто. Бро, подпишись на канал, если хочешь себе Стилгрипп побыстрее в инвентаре. Это прибавляет плюс 10% к удаче. Три калашика Тигр, Черв и Шкала стоят меньше одной голды. Но из тет-трековых версий они, к сожалению, не имеют, поскольку находятся в боксах. А все, что находится в боксах, не имеет счетчика. Их можно отнести к бесплатным, поскольку ты всегда играешь, ты всегда фармишь коины, и иногда тебе падают эти самые калашики. Поэтому на них даже и тратиться не стоит, да и по внешнему виду они, если честно, ну слабоваты. Сколько же стоят все калаши, если скупить их обычные версии? 6580, это если не покупать туирсовый красный. С ним же это все обойдется в 12680 голды. И у тебя будет каждый АКР, который есть в стенд оф 2. Бро, скинь этот ролик своему одному классному другу. Он очень обрадуется, что ты его считаешь классным. Пусть он тоже его посмотрит. А сам тыкай на этот видос, тут ты узнаешь, как из одной голды всего-то за 20 минут получить соточку. Тебе будет очень интересно. 900 голды статтрековая и 100... Оу... Оу...